Много легенды и суверий связано с летучими мышами. Тут, впрочем, нет ничего удивительного. Очень уж необычная у них внешность. Очень уж тесно они связаны с ночью. Все привет, дорогие друзья, и смотрите, кого я для вас сегодня поймал. Это летучая мышь. Этот вид летучей мыши называется Рыжевчернесса, но вы и сами понимаете почему. У него каштановое такое окрашение. Коричневое такое, бурое, а низ более светлый, так аккуратно. Очень энергичное, а потом быстрое, кусающее животное. Это единственный вид летающих, который умеет летать. То есть, а вы спросите, а как же белки летяги? Как же опоссумы, то есть опоссумы? Как же шестокрылые? Ну, во-первых, они не умеют летать. У них перепонка летательная только планирующая. Они не умеют летать, а планируют. Между задними и передними конечностями у них натянута. Такая перепонка, и они просто планируют с дерева на дерево. А летучие мыши умеют летать, потому что у них есть крыло. Так же крыло. Она называется вообще рука-крыло. Почему? Вот, рука. Рука большой палец, средний мизинец и так далее. Видны все перепоночки, все вены на крыле. Очень крупкое животное. Тоненькое такое крыло. Достаточно длинный хвостик и достаточно большие ушки для такого животного. Все сравнивают летучую мышь с мышью. Ну, на самом деле, общего с мышью у них только внешне. То есть она тоже только мышь и мышь. Но больше всего, к строению, она похожа на приману. То есть это летучая обезьянка. Как и сказки волшебники страны. Вот, да? Тоже летучая обезьянка. Они вылетают на кормежку два раза. Это вечером. Они пролетают над своим местом питания где-то два раза. Утром. Нет, ну сейчас и вечером перед заходом солнца и перед рассветом. Вот. Они полетают где-то 2-3 часа, 2-3 часа, покушают и обратно на свое место. Они уничтожают массово, просто огромное количество вред насекомых. И все это знают наверняка. Они уничтожают мазь их жуков, вредоносных всяких бабочек, хрущей. В общем, большое количество. Поэтому они так много и кушают. Потому что много спят. Ночью они летают и пользуются эхолокацией. Вы знаете тоже. Ну, эхолокацией пользуются не только летучие мыши. Также пользуются дельфины, киты и птицы гухуара. Как же пользуются эхолокацией летучие мыши? Летучая мышь издает ультразвук, то есть писк особый, который есть ультразвук. Этот ультразвук идет на протяженность, по-моему, от 3 до 4 метров. Отражается от приметов, которые настигают ее впереди. Это палочки, насекомые, добыча ихняя. Вот все препятствия, которые есть. И отражается обратно к ней в уши. Поэтому, как говорится, летучая мышь видит ушами. Вот эта вот летучая мышка. Интересная тоже особенность у летучих мышей. Это температура их тела. Да, все наверняка тоже опять же знают, что летучая мышь может опускать свое тело при спячке до 0 градусов по Цельсию. И сердцебиение у нее будет где-то 5-7 ударов в минуту. Так. Но это при ночевке, при зимовке точнее. Вот рыжевечерница улетает на зимовку, а бурые кожаны, ночницы наверняка, и двухсветные кожаны не улетают. Они просто забиваются в дуплах, на чердаках и так далее. Обыкновенное состояние летучей мыши, точнее температура тела, 37-35 градусов по Цельсию. Когда она спит, то есть в своем дупле отдыхает после охоты, ее температура тела может понизиться до 20 градусов. А когда она летает, то есть уже охотится и летает, ее температура тела может составлять до 40 градусов по Цельсию. А сердцебиение будет биться 476 или 478 раз в минуту. Достаточно энергичное животное, быстренькое, маневренное. Очень красиво летает, порхающим, как бабочка, просто невероятная. Очень, очень нежное ощущение, когда ты трогаешься тучей мыши, просто нежное ощущение. У нее очень мягкий мех, очень приятная такая кожистая перепонка, которая натянутая от хвоста с задним передним конечностями натянутая. В Китае или, по-моему, в Японии, тучей мыши является символом счастья. А раньше, в Средневековье и так далее, почему боялись тучей мыши? Ну, потому что она летала ночью, когда ее видели, она мерзкая такая, типа страшненькая, зубастенькая такая вот. Эти лапки, эти хвостики, эти кожные перепонки. И вот такая вот нечто считалось, что признаком неудачи. Гадалки всякие, ведьмы без тучей мыши никак не обходились. Вот, я ловил три вида летучих мышей, вот первый раз поймал рыжую вечерницу, так-так-так-так, тихо, аккуратненько. Рыжую вечерницу первый раз поймал, потом ловил водяную ночницу. Тоже очень маленькая летучая мышь, она просто помещалась у меня в спичном коробочке, еще оставалось место для нескольких спичек, только представьте, очень маленькая была. И ловил двухцветного кожана, очень распространенный вид. Вот, залетают рыжие вечерницы к нам, ну я видел уже в марте, в конце марта, начало апреля, уже летали выше достаточно много, штуки пять точно видел, как они летали. Вот, и до августа-сентября, в октябре уже улетают с птицами на зимовку, то есть на Среднюю Азию, туда где-то, в Кавказ, на Среднюю Азию, вот куда-то туда прилетали, на зимовку. Беременевут самки одним, не теныша, режут двумя. Обитает летучая мышь практически везде, вот, летом. Кроме Антарктики, конечно, вот этих северных пульсов, а так везде. И вот наши распространенные, вот эти рыжие вечерницы, цветные кожаны, обитают вот в таких вот постройках заброшенных, в чердаках, на речках, на мостах под лесной. Вот, кто хочет поймать. Ну, у тучи мышей есть такой один, достаточно страшный минус. В ихней колонии может распространяться вирус бешенства. Да, это возможно. Но достаточно редко. Вот. Ну, тучи мышей достаточно общительные животные, и могут жить колонии до десяти, до сотни штук. Вот. А в Мексике вообще, ну, мексиканские сладчи табубы, они живут вообще в пещере какой-то, не помню, как называется. Их там миллион особей. Вот. А вот эта вот, тучи мышка может также обитать в парках, в скворечниках, выгоняя туда постояльца. Вот. Поэтому некоторые помощники лучшим мышам делают дупляночки специальные. Вот. Ах, весь просто оцарапан. Размах крыльев может составлять 40 сантиметров в этой летучей мыши. Вот. Оп, оп, оп. И вот так вот она перебегает. Перемещается тоже очень быстро. То есть она вот в такие местности может просто вскоромкаться с легкостью, потому что у нее очень крепкие передние и задние конечности. Также они спят также. Они с задними конечностями укладываются за какое-то препятствие, повиснут, повиснут и спят вниз головой. Так вот. Длинный хвостик, большие ушки, так, длинные крылья. Очень интересный внешний вид. Единичные виды млекопитающих, которые умеют летать. Насчитываются где-то 930, ну уже наверное за 1000 видов летучих мышей. Очень есть много новых видов, которые еще не открыты. Новые виды, которые открывают, они обычно все единичные. То есть их по одной штучке находят. В колонии редкие таких находят. Достаточно крупненькая, как я уже говорю. Тяжеленькая такая. Увесистая. Ну что ж, дорогие друзья, уже наступил вечер. И мы сейчас будем отпускать эту летучую мышку на свободу, чтобы она чувствовала себя прекрасно и хорошо. И хочу сказать, если вы уйдете летучих мышей, пожалуйста, не убивайте их и не бойтесь, они боятся больше вас, чем вы их. Тем более, некоторые летучие мыши бывают редкими для некоторых ареалов. Поэтому мы сейчас быстренько отпустим эту уже летучую мышку. И все. Вот и все. Мы отпустили эту рыжую вечерницу. Ну, теперь до следующих зверей. Если вам понравился наш новый эпизод, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы вы узнали о наших новостях первыми. Ну что ж, всем пока и до следующих зверей.